Какое бы я некоторое предварительное замещение сделал для того, чтобы понятно было, о чем я тут говорить. Мы просто в своих исследованиях этики пришли к таким уровню, как я уже говорил, что этика не может быть этикой отдельного человека, Надо обязательно рассматривать этику на уровне коллектива, на уровне некоторого общества. То есть, почему это так? Потому что человек частичен, да, и невозможно адресоваться, невозможно требовать от человека выполнения чего-либо, да, и поскольку он не вполне отвечает за свои действия. Ну, то есть, что такое этика? Это же требование некоторого рода ответственности, да, и человек не вполне ответственный за все свои поступки. Ну, мы это знаем хотя бы просто из того факта, что часто человек действует, да, и может быть, с нашей точки зрения действует правильно, но с точки зрения юридической, да, он оказывается виновным. То есть, вот есть различные роды коллизии, это этические, в которых отдельный человек попадает как жернова, да, его там вот размиливают. И на самом деле, для того, чтобы увидеть почему-то целостность в этике, необходимо подняться выше, то есть на уровень выше и рассматривать этику с позиции некоторого рода коллектива или общества. Мы тогда говорили о том, что вот у нас возникала некоторого рода этика добра, которую мы рассматривали вот с позиции совести. Ну, это один из способов рассматривания. А теперь мы пытаемся исследовать этот вопрос и пытаемся понять, каким образом все-таки может быть, можно понимать добро, причем мы имеем в виду конкретное добро, да. Каким образом этот конкретный добро можно понимать так же, не на бессознательном уровне, потому что совесть это все-таки некоторый бессознательный уровень, да, а на уровне сознательного. И вот в этих исследованиях возник был такой вопрос понимания того, как устроено общество. Просто если человек является частичным существом, да, и если он врастает, существенным образом врастает в общество, да, то общество надо рассматривать как своего рода организм. То есть таким же образом, как и в нашем организме есть некоторое разделение специализации отдельных клеток. Одни клетки там являются клетками сердца, другие клетками печени, третьи клетками мозга и так далее. И все эти клетки, они вроде бы клетки, но каждый имеет свою специализацию, каждый выполняет некоторую функцию в составе целого организма. Вот таким же образом надо и обществу рассмотреть, как вот этот организм, в котором каждый отдельный человек, он врастает в него как вот такая, в метафоре вот такой вот клетки, да, клетки человеческой. Как клетки наподобие того, как клетки организма человеческого, вращены, так сказать, целостность организма. И вот такому пониманию общества, да, как организм противостоит современное понимание общества, как некоторого рода атомизированного целого. Что это означает? Это означает, что каждый отдельный человек понимается как некая целостность, как некоторого рода универсальное существо, которое может все, да. И даже более того, в экзистенциализме говорится о том, что человек есть возможность, есть проект обращенный, будущее. То есть в некотором отношении человек рассматривается по модели того, как человек понимает Бога, да. То есть Бог есть некоторое могущество, некоторое существо, которое может, да, и как некое творящее существо. И человек понимается точно так же, как некое могущество, как некое творящее существо. И вот в этом понимании человека человек является целостностью, и тогда общество понимается как объединение вот таких вот атомарных целостностей. Индивид это тоже, индивидус это атом по-латински, атом это греческое неделимое, а индивидус это по-латински неделимое. Вот индивиды, отдельного рода неделимые существа, целостные, как бы самодавлеющие, самодостаточные, объединяются путем общественного договора, вот как об этом повествует, скажем, Руссо, в некоторое общество, да, и общество превращается в своего рода такой механизм, да, в котором как бы отдельные атомы вот каким-то образом взаимодействуют друг с другом, да, и между ними устанавливаются, в этих взаимодействиях устанавливаются некого рода правила, которые называются законами, там, называются нормами, или там запроведями, неважно как, да. И эти законы, прежде всего, они сформулированы в принципах справедливости. То есть, вот это общество атомарное, распадающееся на отдельных индивидов, оно как бы вот есть тот способ, каким мы, современные люди, современное общество, понимаем, что такое общество. Хотя по факту, по факту, ну, как, это опять же некоторая рода гипотеза, которая требует проверки, но кажется, вроде бы, она правоподобна, что общество, на самом деле, скорее, подобно тому, что представляет собой организм, в котором каждый отдельный людчик... Почему это кажется правдоподобно? Как раз, по-моему, совершенно неправдоподобно. Ну, это не муравейник. Человеческое общество, это не муравейник. Так вот, муравейник, как раз, это атомизировать? Нет, муравейник, как раз, это, когда каждая из них клетка. Каждая клетка. Одна только называется... А, подожди, ну, подожди, муравейник, где одни люди занимаются, то есть, одни муравейники занимаются обороной, одни сборной. Да, они клетка. Каждая из них метки. И если посмотреть, наше общество таково. Нет, оно совершенно не таково. Почему? Потому что мы можем, по крайней мере, потенциально выполнять всю совокупность человеческих этих вещей. То есть, как Робинзон Груза, каждого человека вырываем из общества, как Робинзон Груза перевозим на отдельный куда-то остров какой-нибудь, необитаемый. И он там полностью все, весь хозяйственный механизм общества воплощает, да? Нет, а почему он обеспечивает тоже хозяйственный? Хозяйственный механизм общества и механизм муравейника, это разные. Нет. Экономический обмен не имеет никакого отношения к взаимодействию наших клеток. Я имею это в виду общество во всей своей совокупности. В том числе и экономику, и социальную... Так вот, с этой точки зрения, у тебя муравейник не представляет из себя общество, представляет из себя организм. Вот смотри, давай, как хорошо, если этот тезис надо оставить, будем тогда его обсуждать. Потому что, например, вот берем токаря, вот он умеет только так хорошо заниматься только своим делом, которым мы его обучили. Он учится этому очень долго, да, и плодотворно, да. И теперь мы этого токи разбираем в лес, да? Ну, может, конечно, у него есть общечеловеческие способности какие-то, он там сообразит, что-то, может быть, сделает. Но он фактически опускается сразу с уровня своего, на котором он находится, как специалист, до уровня обыкновенного дикого человека, которому все надо начинать заново. Так и дело же... Разбираться как в пространстве, или делать, какие травы несъедобные, и так далее. Дело же не в том, что он что-то там умеет, что-то не умеет. Ну, ясно, что тех рабов, которые скифы ослепляли, заставляли вырабатывать из молока себе масло взбивать, если он просил тезис, он просто умрет, потому что он слепой. Это ясно. Но речь же у людей не в том, как она состоит, а в том, что каждая из них индивидуальность, они между собой как индивидуальность и присоединяются. А в клетках, в муравейнике нет никакой индивидуальности. У тебя, как вот моя кусочек кожи или кусочек чего-то не обладает индивидуальности, так и муравейники, каждый муравей, он не обладает индивидуальностью. Нет, метафора организма – это только метафора. Естественно, человеческое общество, как организм, оно основано на другом базисе. Там клетки представляют отдельно индивиды, отдельные люди, и поэтому там, конечно, другой организм. Но это же метафора. Это очень дальняя метафора. Это не дальняя метафора. Телорическое общество – это гораздо больше и гораздо другое, чем муравейник. Но при всем при этом, надо понимать, что мы все друг от друга зависим. Зависим. И друг от друга жить не можем. Поэтому, скорее, все-таки, мы на организм. Атомистическое общество предполагает, что каждый отдельный человек универсал, его можно взять отдельно, вырезать, посадить на необитаемом острове. И он там полностью восполнит себя, потому что он полнота и целостность. Понимаешь? Такого человека, мы нельзя думать, что современный человек таков. Да ты пойми, если взять человека большую железную палку и ударить его по голове, он тоже не сможет произвести все общество. Но это странный какой-то довод. Причем здесь большая палка? Я просто имею в виду, что выпустить нас изначально. Потому что его выпустить и бить палкой по голове – это одно и то же. Нет. Я имел в виду следующий фактор. Что раньше, допустим, люди, когда их воспитывали, они воспитывали в некой обстановке, предполагая, что они должны знать все. Как ориентироваться в пространстве, какие съедобные травы, какие несъедобные. Как надо, например, ловить дичь, как себе добывать пищу, как разжигать огонь. И куча таких маленьких приспособлений, которые связаны просто для того, чтобы выжить, ты должен знать. Современный человек ничего этого не знает. Он сразу перешагивает и начинает, допустим, обучаться в какой-то отдельной специализированной функции. Быть токарем. Да, но на самом деле... И все остальное он уже током, да не знает. И попадает в ситуацию людей. На самом деле, при всем мы при этом. Он, наверное, гораздо больше природного человека. Он образован, прочел некоторые две, некоторые три книги, некоторые четыре. Да, все это правильно. Но он служит в условиях. Он выполняет большое количество других. Ясно, что на своей среде, особенно на техногенной среде, мы сейчас очень зависим. Мы же зависим от техногенной среды. У меня не будет электричества полчаса, у меня уже катастрофа, интернет-то нет. По вопросу ставят... Да, это так. Это... Общество-организм имеется в виду, что... Ну, это организм. Это организм, это то, что отсылает к муравейнику и к нашему организму. Нет, это не правда. Здесь не так совсем. Просто... Здесь не так. Я имею в виду метафору организма. Из того, что... Прекрасно понимаю ограниченность этой метафоры по отношению... Из того, что... Организм, который составляет общество. Друг от друга зависимы, это не означает, что мы являемся организмом в смысле биологического существа. Не является. То, что есть управленческие органы, то, что существует... Есть. Разделена армия, и люди посвящают всю жизнь службе в армии, да. За защитой отечества. То, что существуют люди, которые занимаются в одной сфере экономики, есть кто-то в другой, есть кто-то в услугах, есть кто-то занимается образованием и прочее, прочее там. То, что это разделение существует, как будто для тебя это не представляет собой. Разделение существует. Разделение существует, но есть организм. Ты мне попокажи организм, в котором кто-то занимается наукой, какая-то из клеток. Она наукой занимается? Конечно, люди, которые... И где же у нас клетки в теле, которые наукой занимаются? Мозг. А, мозг, да. Клетки не занимаются, занимается весь человек. Но это все правильно, я жду. А никакая там клетка сидит, одна там сидит где-то там, болванка, чек, вторая друг. Давай не будем как-то профанацией заниматься, ведь никто не приравнивает человеческое общество к организму. Человеческое. Всякая метафора имеет свои границы. Естественно, в этой метафоре присутствуют свои границы, но существует и некое подобие. Подобие состоит в том, что есть существенная специализация разделения труда, которая же такой же, как в нашем организме. Существует специализация разделения труда, но она не такая, как наша. Не в нашем организме, не такое оно, совсем не такое. То есть, при этом каждая стремится индивидуальностью. Ну, чего? Если в системе базисные элементы являются другими, естественно, система немножко другая. Но по сути, есть два способа организации. Можно понимать ее механистически, когда атомы совокуплены в какое-то целое, или там как куча из песка насыпана. Это одно понимание целого. Куча ведь тоже целая, да? Нет. Для отдельной песчинки как бы составляет часть этого целого. Игорь прав, и Булак прав. А есть организм? Просто вы не понимаете, вам это не спорит, а вы просто дополняете друг друга. Действительно, человеческое общество это не организм биологический, в буквальном смысле. Это организм на принципиально новом, более высоком уровне. Но не организм. Ну, опять, нет. Так не организм, если мы только что обсуждаем. Мы не можем... Специализация настигла такого глубокого уровня. Дело даже не специализация. Дело в том, что мы не можем друг без друга жить. Вот то, что Булак говорил, это же тоже правильно. И то, что ты говоришь, это правильно. Конечно, не можем. Это и называется организм. Ну, механизм, и винтик его вынем, все равно остается винтиком. А здесь вы, человек из общества, он уже не человек. Давайте лучше тему как-то ограничим. То есть, на какую тему ведется разговор? А так получается, что действительно, каждый ведет этот разговор. Тема, я уже обозначил, я же сказал, что есть... Поведение человека в обществе, да? Да, социальное поведение, условно, социальное поведение. Может так сказать? Нет, нет, не в этом суть. Просто стоит в том, на самом деле, что... Для того, чтобы понять, как устроена этика, надо понять, как устроено общество. Так вот, такой ход. И он связан с тем, просто, как понимается человек. Если человек понимается, как частичное существо, то это означает, что, чтобы его понять, надо подняться на уровень выше. Не на уровне индивидуальности, не на уровне индивида, да, пытаться рассматривать вопрос, как мы пытались. Мы пытались долгое время решить вопрос с этикой, опираясь только на отдельного человека. Берем изолированный отдельного человека и пытаемся понять, как ему нужно действовать, чтобы быть этичным. Чтобы действовать правильно. Но оказывается, на самом деле, если мы изолируем отдельного человека и пытаемся выяснить вопрос этики, То не получается. Получается какая-то странная ситуация. Человек должен собой жертвовать непонятно зачем. Потому что он может добро свое совершить только, настоящее добро, только жертвуя собой каждый раз. И это немного странно выглядит. Это выглядит как какое-то маленькое сумасшествие. На самом деле, для того, чтобы понять эту жертву, чтобы она приобрела некую осмысленность, нам надо подняться, как так кажется, по крайней мере такова сейчас интенсия нашего размышления. Подняться на уровень выше, на уровень коллектива. Потому что если человек жертвует ради коллектива, то это становится сразу понятно, что это такое, осмысленно. И уже это приобретает все черты, с одной стороны, этического поведения, не эгоистического, а с другой стороны, осмысленного поведения, в котором есть цель, понятно зачем он это делает. Не ради какого-то блажа действует, что бы то ни стало, из своих каких-то соображений, а он действует во имя чего-то, ради чего-то действует. Потому что в элитике очень важна постановка цели. Потому что мы уже обсуждали, как бы, да, вопрос о том, как человек действует. Что он ставит некоторые роды цели, и в этом проявляется его свобода. Потому что эти цели поставлены в мышление, и он даже действуя в мире, в котором может быть этот мир детерминистический, может быть, нет, это неизвестно. Но, по крайней мере, он пробивается в этом мире, да, и постоянно преодолевая какие-то препятствия и сопротивления, вот где-то в горизонте видит свою цель, и к ней движется, да, путем проб и ошибок. Вот так вот понимается наша свобода. Свобода в ее осуществлении. И вот поэтому нам важно очень понять, как вот человек осуществляет свое этическое поведение, исходя из постановки цели. Так вот, если человек все-таки ставит некоторую роду цели, да, и его поведение обусловлено целями, то эти цели должны быть осмыслены. А осмыслены они могут быть только в рамках вот некоторого рода собственного. Потому что если он ставит цели, исходя только из одного самого себя, то эти цели всегда будут эгоистические. То есть этике не удается, ну, или скажем так, не удается то добро, которое мы ищем. Мы ищем неэгоистическое некое добро. Мы тоже же обсуждали, что есть три вида добра, да, добро в экономическом обмене, добро в метафоре взаимопомощи на дорогах или гостеприимства, и добро вот неэгоистическое, да, она понимается как жертвенность. Так вот это вот жертвенное добро неэгоистическое, оно возможно только и осмысленно, когда мы берем и рассматриваем уровень этики в составе некоторого коллектива или целого общества. И теперь, когда мы к этому пришли, теперь надо понять, как устроено общество. Общество может быть устроено некоторого рода как бы в виде общественного договора, как нас учат философы века просвещения, да, типа Руссо. Что индивиды, что как-то вот для совместного проживания собрались как бы и договорились, будем жить вот по таким правилам. Все. И образовали общество. Да. Это один способ. Вообще, в основе такого понимания общества, еще раз говорю, лежит представление о человеке как об особого рода сущем таком, цельном таком, самодостаточном, которое как бы представляет свой микрокосм. А почему? Я не понял. Вот мы взяли и собрались, я тебе буду орех из дерева собирать, а ты мне будешь детали тачать. Это понятно. Он токарь, я орехов. Да это понятно. Еще раз. Мы не самодостаточные. У нас здесь общественного договора. Мы изначально самодостаточные. Изначально. Для того, чтобы люди пришли, такие советы. Нет, я хочу сказать, что теория общественного договора, она не говорит, что каждый абсолютно самодостаточен. Почему? Общественного договора. Утверждает, на самом деле, что отдельные индивиды сами по себе самоценны и самодостаточны. Изначально. Иначе, если бы они были не самодостаточны, договора бы не было. А было бы изначально… Это я согласен. Не было бы некого рода целого. Потому что заранее люди уже встроены, был договор или нет. Не важно. С этим я согласен. Договор осуществляют только суверенными. Да. Потому что ясно, что муравьи и муравейники, они никакого общественного договора не заключают. Они бы таковы, как и есть. Просто на просто. А здесь, конечно, они индивидуальности, между которыми возможен договор. И вот такого рода поведение, такого рода модель общества, она, на самом деле, ее вершиной является та демократией, которую мы наблюдаем в современных европейских странах. Ну, я в этом не совсем уверен. Ну, это… Не, ну а что еще выше? Дело в том, что атомизм вот этот, да… Она фактально существует. Подождите, давайте как я… Нет, давайте по очереди как-то регламент. Регламент. Я говорю, социальный атомизм, в котором как бы каждое отдельное суверенное существо вступает в взаимоотношения со всеми другими, исходя из некоторого рода законодательства, некоторого рода правил. Так называемое правовое государство, где все регулируется, взаимоотношения, все взаимоотношения регулируются исходя из законов. А вот это совсем не так. То есть, общество, основанное на общественном договоре, общество, основанное на законах, – это принципиально два разных общества, по-моему. Вообщественный договор – это и есть законный? Нет. Общественный договор – это когда я выполняю что-то по каким-то причинам. Я вошел в комнату, здесь у лисия, так говорю, здравствуйте. Вот здравствуйте, это будет мой протокол общения, это будет результат общественного договора, что входящий сюда где-то прописано, в каком законе, и как. Это на каком шагу? В культуре. В культуре. Поэтому общественный договор есть некоторые вещи. Вот представьте себе, у нас одно время модно было ездить зайцем. Ну просто модно и все. А общественный договор, например, в некоторых местах, например, в Курикибе, предполагает, что их системой общественного транспорта зайцем быть нельзя. Это общество до этого договорилось, тебе не нужно никаких законов, репрессивных вещей. Вот они сами это соблюдают. Я знаю каждую шагу так. Ну если в общественном договоре есть такая фаза, которая является, как ты говоришь, неписанными правилами, а есть фаза, которая является неписанными правилами. Нет, ну опять, у тебя... Ты мне не противоречишь, ты просто дополняешь, что общественный договор состоит из двух частей. Есть неписанный код, есть кодекс правил. Я-то почему говорю о законе как таково? Потому что закон, как правило, проявление насилия над обществом со стороны какой-то группы людей, как правило. Почему насилие? Тоже непонятно. Ну просто, ну у тебя... Подожди, подожди, вот мы исходим сейчас, только что обсуждали общественный договор. Никакого насилия нет. Люди собрались равные, суверенные, собрались и договорились. Да, и договорились. Предполагается в этой модели. Да, договорились. Пока мы не говорим о реальности. Нет, в этой модели предполагается, что нет никакого насилия. Да, в этой ситуации они и сделали. И они от общественных договоров, в зависимости от писанного и неописанного права, они его выполняют. Да. Вот это так. А формула договора. Это так. А бывает противоположная ситуация. Сидело общество, его захватил какой-то монарх суверенному, потому что дубина больше, и он им всем нанизал некоторую штуку, которую спустил им в форме закона. Но это не важно. Тоталитарное общество. Нет, это не так. Ну просто такие общества бывают реально. Да у тебя... А вот я убеждаю, если он послал, состоит в том, что общество так не строится, что это только взгляд на общество, который исходит из определенного понимания того, что такое человек. А на самом деле общество изначально как организм. Понимаешь? Изначально мы в общество вросли, и сущность человека, часть сущности человека есть социальное существо. Я не человек. На самом деле, если я попадаю на необитаемую острову, то я уже как бы теряю часть своей человечности. Потому что я являюсь человеком только в составе общества. Только как в составе общества. Ну что из этого следует? Что мы не договариваемся о каких-то основополагающих вещах? Нет. Из нашей группы, нашего банка нельзя воровать. Нет, из этого нет. Из этого следует, что посыл другой. Из этого следует, что изначально общество представляет собой некую целостность. И в этой целостности, в частности, возникают и писанные, и неписанные законы. Но изначально целостность, изначально. Не так, что отдельные индивиды сразу до концов, условно говоря, пространства собрались в каком-то, скучились где-то в одном месте и договорились. А изначально мы вот, наша сущность человеческая изначально базируется на том, что мы представляем собой социальную целостность. И в этой целостности все вот наши взаимодействия с друг другом. Мы до чего-то договариваемся. Это не обязательно, не обязательно. Они же вот, например, знаменитая история с керенками во время гражданской войны. Все же понимали, что керенки – это деньги такого государства, которого никогда нет и никогда его больше не будут. Меняться ими, ну, не имеет смысла, но просто бумага. Ну, бы существовал общественный договор по всей России, как-то люди пришли, что непосредственно этих керенок обменивали различные родопродукты. Ясно, что керенки были не с самого начала и что-либо еще. А так получилось, что люди взяли каким-то образом, как свободные индивиды взяли, и это приводилось, что керенки у них там на какой-то промежуток времени будут ходить в качестве торговой валюты. Такие валюты. Еще раз говорю, никто не говорит о том, что на самом деле в этом обществе, которое представляет собой некую тотальную социальность, и существуют частные взаимодействия, где возникают и договорные отношения и прочее. Никто об этом и этого не спорит. Вопрос возникает, разговор идет о том, как общество изначально устроено, как общество генетически возникло. Возникло ли оно генетически из-за того, что цельные индивиды объединились с общественным договором и создали некое... А генетика сейчас не важна совершенно. Генетика не важна не совсем. Давайте послушаем. Еще раз говорю, если человек не является целостным, то есть изначально целостным всегда было общество, и если мы возьмем историю, то в истории выделения отдельного индивида, это был какой-то... Отдельный индивид как личность появился только на определенном этапе. А изначально всегда была некоторая родовая община, в которой каждый отдельный человек был только некого функции этой общины, и принадлежал этой общине по праву изначального, некого генезиса, некоторого происхождения. И только потом, в связи с тем, что эта община начинает добывать больше продуктов для своего существования, начинает развиваться, у него есть некого рода излишек, она позволяет отдельным своим членам некоторого рода свободу. А так она распоряжается своими членами как частями одного организма. И мы на самом деле, когда мы говорим о том, что прославляем некоторую свободу личности, это у некоторого рода уже последующий этап долгой эволюции человеческого общества. Но изначально общество, оно представляется вот некое монолитное целое. И мы уже это тоже обсуждали, когда обсуждали Ветхий Завет, Новый Завет. В чем состоит разница? Так вот, поэтому говорить о том, что изначально общество выстраивается, исходя из того, что каждый индивид отдельный представляет собой такое универсальное, это самодостаточное целое, мне кажется, неправдоподобно. И именно в этом, как мне кажется, проблема, например, в современности, когда говорят о том, как в современности, связанные с западными демократией. Они понимают свое общество, исходя из этой модели, исходя из модели общественного договора. И поэтому не могут все конфликты, всякого рода проблемы решить. Но в этой модели их не решить. Вот все проблемы, связанные с какими-то маргинальными группами, гомосексуалистами, извращенцами и прочими, все требования свобод, все они связаны исключительно с пониманием общества, как общество, вот это атомизированное общество общественного договора. Потому что эти маргиналы, они ведь точно так же вступили в этот договор, и они точно так же имеют право участвовать в общем устранении общества. Все маргинализация общества, учет каждой группы, группы интересов, бесконечный разговор о прайвисе, о личном пространстве, о праве на личную жизнь и прочее, это все связано, исходя из этой антологии изначально, в котором как бы отдельная личность вступает в договор. Да, у тебя как раз, отдельная личность, она противостоит всему обществу. Да, именно так. Как равноправное целое. Да, именно так. Поэтому права гомосексуалистов, любого меньшинства маленького, это борьба за права каждого человека, за права каждого человека. Да, именно так. И поэтому они, когда мы, когда, с другой стороны. А ты считаешь, что не так? Нет, с другой стороны, если общество понимается как организм, то мы понимаем, что в организме бывают такие явления, как раковые опухоли, как болезни бывают, да? Жировые отложения. Жировые отложения и прочее. Поэтому надо в хамках общественного договора найти специальных людей, которые бы, да, выстрекали их, боролись бы с этими раковыми опухолями. И самое главное, а и других людей, которые очень мудрые, которые понимают, что кто из них именно раковая опухоль. Да нет, вам нужно же не в этом состоять. И мудрые люди бы указали другим, более сильным людям, чтобы, да, что это... Из таких рассуждений выводы делают только недалекие люди. Знаешь, недалекие люди пытаются из любого рассуждения сделать какие-то выводы. Вот эти определения, что вы имеете в виду под маргиналами, тогда получается тут непонятно. Маргиналами имеются в виду люди, которые действуют не так, как все. То есть есть некое большинство, а есть некое, которые... Например, какой-то выдающийся ученый, чего ты не маргинал. Да. Когда получается как-то, как не все. Не так. Хэвисайд, допустим. Выдающийся человек, как у него... Выдающийся человек, он ведет себя так, как все, потому что его поведение вписано в того поведения, которое допустимо. Да, общую культуру он признает. Да, он... Он вписывается в некоторых правилах человека. А маргинал, это тот, кто... А слово маргиналис, это же край, да? Он как-то человек, который находится на некоторой роде с края. Нет, просто не вижу наиси между, скажем, Хэвисайдем и гоносексуалистом. Ну, потом... Ну, не видишь, молодец, значит. Вопрос же не в этом сайт. Ты не видишь, другие видят человека. Вопрос состоит в том, что есть... Почему... Почему наше общество, допустим, все-таки вот этих маргиналов не признает ты как бы их в этом... Почему? Если я понял, что если маргиналы, это у вас крайние точки, то в любом явлении есть крайние точки. Почему это? Ну, крайняя точка. Разве это хорошо или плохо? Чем она хуже или лучше, значит, вот этой точке средней или ближе к середине? Почему она должна быть это хуже по определению? Я про хуже ничего не говорю. Нет, ну как маргиналы, они создают сложности и так далее. То есть, как крайние... Какой они сложности создают? И какой маргинал сложности создают? Причем в себе? Да, у нас же в 70-е, когда в стране пробелось замечательное концепцию, что все, так называемые, оппозиционеры, они являют психически больными людьми, их надо лечить. Помните, это же была замечательная штука. Вот тоже из-за этих же точки и проходили. Потому что нормальный человек не будет критиковать и говорящий про мистической партии. Потому что дело тут и мотивация. Давайте, как бы, я понимаю, можно сколько угодно это обсуждать. Понятно, просто... Зачем зарабатывать очки на бедном бывате? Он не это хочет сказать. Да нет, нет. Пускай зарабатывать. Да нет, это можно сколько угодно, пожалуйста, можно сколько угодно обсуждать. Просто вопрос же не в этом. Есть некоторые, вроде, две модели. Вот модель это мистическое общество, это модель, в котором общество распадается. Это способ распадания общества. То есть общество все больше и больше распадается, распадается, распадается. Нет, оно именно распадается. Это способ краха общества. Только общество, это медленно распадается, потому что по факту общество является организмом, но люди, которые живут в этом обществе, почему-то живут в идеологии того, что они вот атомы. Что они на самом деле делают доложение, что в этом обществе вообще участвовали. что они вступили с этим обществом в некоторый род диалог, противопоставляют себе обществу и так далее. То есть, на самом деле, есть противоречия между тем, как общество на самом деле устроено, а оно всегда устроено как организм, и между тем, как люди понимают себя, свою встроенность в это общество. И отсюда все проблемы. То есть, проблемы, как мне кажется, это, можно сказать, антологические проблемы, порождают и все другие коврицы проблем, в том числе и экономические. Там, может быть, можно посмотреть, каким это образом происходит. И наоборот, на самом деле, если устроен человек в обществе правильно понимается, то тогда таких проблем не возникает. И тогда не возникает проблемы с тем, что определенного рода маргинальные личности в обществе, которые подрывают общее здоровье организма, они каким-то образом искореняются или ограждаются от общества. Как преступники и прочие элементы, которые подрывают целостность общества. Как Жаржан Була? Да я не знаю, как Жаржан Була. Просто я не обсуждаю... Что делать с такими, как Чикатило? Вот, например, если мы берем физику, берем две модели, мы же не обсуждаем на самом деле, что вот так вот эта модель хорошая, а эта плохая. Мы просто обсуждаем, какие бывают модели. Зря иронизируешь, но ведь все равно же мы не в состоянии отказаться от карательной системы, мы не в состоянии отказаться от законов карательных. Мы все равно признаем кого-то ворами даже в современном обществе. Когда уже, в принципе, право официально разрешено, все равно мы кого-то признаем ворами. Только как бы у нас сейчас по-хитрому это не сделано. Еще раз говорю, конечно же, есть преступники, есть сумасшедшие, есть маргиналы всякого другого свойства, в том числе и те, которые подрывают устои государства, в том числе и в интересах других государств и прочее. Все это есть, как и в нашем организме, есть наши клетки, есть какие-то там вирусы, есть какие-то бактерии, которые пытаются проникнуть за счет нашего организма жить и подрывают его здоровье и прочее. То есть до определенной степени вот здесь вот проходит вот эта вот метафора, вот эта вот аналогия. Естественно, аналогия, естественно, не полная. Мы уже это обсуждали, потому что базы сразу. Там клетки, а здесь как бы отдельного рода человеческие личности. И просто если это вот общество, которое базируется на целостность организма, как бы додумывают дальше, то возникает идея коммунизма. Собственно, марсистская идея, в частности, до этого коммунизма, она и основана на том, что общество есть организм. И в этом организме распределение обязанностей и благ, оно не является справедливым, а является каким-то другим. Потому что вот в обществе атомизированном действует справедливая распределительная система. Сколько вложил, столько и получил. – Ну, по капиталу это. – В каком обществе сколько вложил, столько и получил. – В атомизированном обществе. – Общество демократическое, оно представляет собой… – Вложил миллион, получил на миллион. – Общество справедливости. – Вот в той самой справедливости мы различали этику справедливости и этику добра. Мы говорили, что этика добра нарушает принцип справедливости. Потому что она становится на одну сторону – на сторону добра. Так вот, в коммунистическом обществе точно так же справедливость нарушается. Каждому по способностям, а каждому по потребностям. То-есть, будут людей, которые работают много, а получают мало. Сколько им надо мало, столько и не получают. И наоборот. То-есть, это некое другое общество, как в нашем организме. Отдельный урок клетки. Есть клетки, которые могутiries по своим функциям выполнять очень много функций, а получают питательные пищество столько, как и другие. – Сколько им? – Сколько имеет GoNlor built-in. – Да, они как в нашем обществе. – Отдельные люди, которые воспитаны обществом и которые которые, условно говоря, общество их взращивает, на основе вот этого возможностей, которые в обществе существуют, зарабатывают огромные капиталы сами себе, да, как бы. Как будто бы это их личные таланты, возможности, способности и способности для того, что они эти капиталы зарабатывают. А не так, что это общество обеспечило их возможность быть такими, богатыми, успешными и прочими. А в обществе правильно организован, как организм, должно было бы быть так, что каждый человек, как бы, по мере своих способностей работает, но, как бы, а получает он столько, сколько ему надо. Это, наверное, нарушается принцип справедливости. Это, в каком-то отношении, это и есть то самое добро, о котором мы говорили, в своей конкретности. То есть этика добра реализуется на уровне общества, именно в таком неком идеальном обществе, да. Непонятно, как его строят, непонятно, как оно будет организовано, там, об этом бесподевно. Только на принципах всеобщей любви и жертв. Да, да, да. Об этом бесполезно сейчас пока фантазировать, да, но, тем не менее, как бы, видится, что вот идея коммунизма не является, как вот, думают, да, никакой утопической идеей, а это некая необходимая вещь. Рано или поздно, как бы, вот, наше, как бы, общество в него упрется, да, и, как бы, этот, придется его реализовать так или иначе. Оно, более того, оно сейчас уже реализуется, потому что у нас уже сейчас есть, это в социальной структуре общества, такие элементы презрения, как, допустим, инвалидов, психически больные, они ничего не делают для общества, но, тем не менее, почему-то общество о них заботятся, там, пенсию какую-то им выделяют, их лечат. Жилые, пенсионеры. Да, или, там, те же сироты, да, о них заботятся, да, там, им дают, там, комнаты и прочее, то есть, и так далее. То есть, у нас уже сейчас есть в составе организма общества функции, которые, как бы, похожи на то, как было бы при коммунизме. Но только задача состоит в том, чтобы эту вот функцию распределить на все общество, в том числе и на тех людей, которые, вот, обладая, ну, в современном обществе, которые, там, производят больше всего, там, капитала и, там, прочее. Влад, извините, но это то, что вы говорите, вот это пособие, там, инвалидам или кому-то, оно же было еще и в первобытно-общинном обществе, только, значит, там... А вы там записанную книжку ставили? А? Написывали. Первобытно-общинство в общинном. Ну, можно предположить, что я там был просто. И, видите, то же самое было, если по отношению к детям и к старикам же тоже соблюдались какие-то принципы. Вы все правильно говорите, на самом деле. Потому что общество было... То есть, я не понимаю, что вы хотите сказать? Нет, я хочу сказать, что общество в организме было всегда. Я об этом и говорю, на самом деле. Ну да, было, есть и будет. Правильно. Только в современное представление в обществе, что он там не таковок, в современное представление... Люди, как бы, живут в обществе, в котором представляется собой организм, а ведут себя так, как будто бы оно вот атомизировано общественным договором. Вот в чем проблема. Концепция существует такая. Ну, это есть отдельные индивидуумы. Нет, это официальная концепция. Концепция современного понимания общества состоит в том, что мы чувствуем себя как отдельные личности, да, как бы вот суверенные, независимые, самодостаточные. И как бы мы делаем одолжение, что в обществе живем, на что на него работаем, и так далее. Мы на самом деле, как бы, в этом обществе, с этим обществом, как бы, у нас есть как бы негласный договор, что вот мы живем, а так вот вообще говоря, оно нам не нужно. Ну, так кажется, вот мы живем в такой концепции, такой антологии, атомизированного общества. Вам не приходило, вам просто надо почитать философ. Нет, я говорю, я про себя сказал, чтобы мне это не приходило. А на самом деле мы, вот, как я понимаю, хотя икиш спорят, мы живем в обществе, которое представляет собой организм, и где мы друг другу сильным образом связаны и повязаны, и где мы на самом деле представляем собой такую целостность, там, отрезанный ломот, да, от общего целого, а где на самом деле мы встроены в это целое, и существенным образом не можем себя от него оторвать. Это совсем другое понимание общества. Это означает, что если я, допустим, это индивид, да, как бы, и общество, я с обществом налаживаю некий общественный договор, то я с ним, это то, договор ведь может всегда быть, максимум, что можно достигнуть в договоре, это справедливость. То справедливость состоит в следующем. Я даю обществу чего-то, от него беру ровно столько, сколько даю. И если я, как бы, вкладываю в общество много капитала и, соответственно, требую, чтобы мне было возврата много капитала, да. То есть почему? Это ваша идеология такая. Это не моя идеология, это идеология, вот. Это ваша. Да это не моя идеология, это и современная идеология общества, как общество устроено. Общество устроено тем способом, что вам идет оплата и производится, как бы, возмещение по труду или по затратам. То есть сколько вложили, столько и получили. А на самом деле в организме… По справедливости. По справедливости, правильно, по справедливости. А на самом деле в организме не по справедливости идет распределение, а по другому принципу. Вы вкладываете столько, сколько можете, а получаете сколько вам надо. Сколько необходимо. Да, сколько необходимо. То есть иначе говоря, кто-то больше работает, потому что а мы к христиану больше доносы. А кому больше доносы – тот больше делает, а получается сколько ему надо. Не по справедливости, не по капиталу, а сколько ему необходимо, чтобы функционировать. Чего приводит принцип «справедливости»? Принцип «справедливости» приводит к тому, что те люди, которые являются успешными в этом обществе, которые являются самодостаточными, которые нажили некоторого рода капитал, они рассматривают других людей как неудачников, как некоторого рода отбросы, как некоторого рода балласт, от которого нужно избавиться. Там греться о каком-то золотом миллиарде, все остальное, типа это надо сплепнуть с планеты, и все как-нибудь. То есть вот это представление о людях как о балласте, оно и возникает отсюда, что если ты проявляешь себя как несамодостаточная личность, если ты не можешь сам себя обеспечить, не можешь заработать себе денег, не можешь заработать себе капитал, ты просто ничтожество, ты просто мусор человеческий. Но ведь в общей экономии жизни, мы же не понимаем, как жизнь устроена, в общей экономии жизни возможно на самом деле необходимость существует того, что вот существует такое распределение, кому-то уделяется много забот, специально взращивается в обществе определенного рода индивиды, которые обладают талантами и прочим, чтобы прорваться на какие-то новые рубежи. Все это происходит за счет того, что какие-то другие индивиды, они умолены, они оказываются в некотором роде ничтожестве. И те, кто прорвался куда-то, те, кто получили эти дары, ведь это все дары. Вот наши таланты, наши возможности и способности, это все дары. А кому-то дано, а кому-то не дано. И тем, кому дано, должны позаботиться о тем, кому не дано. И в этом смысл добра. Сознащив в том, что мы должны, мы представляем собой одно целое, и все мы заботимся об одном этом целом. И те, которые отстали, и те, которые в авангарде, они представляют собой единый отряд. И мы не должны бросать своих братьев, которые отстали. Мы должны их тянуть вместе за собой. Пусть кто-то убежал вперед, но он должен понимать, что все делает это ради тех, кто отстал. Ради тех, кто в середине. Ради всех вот этих людей, а не просто ради себя. А у нас получается так. Некоторые как бы получили эти дары от общества. Дары от природы, дары от Бога. Не важно, как это говорить. И они считают, что это их личные дары. И вот они за счет этих личных даров приобретают себе капиталы и проще-проще наживают. И считают, что это их личное достояние. Но они все это делают за счет общества. Потому что изначально все, что производит человечество, это общественный продукт, а распределение почему-то частное. А почему частное? Потому что идеология такова. Сколько вкладывают, столько и получают. Но изначально откуда он взял свои дары? Изначально откуда у него эти таланты? Вот если об этом всем задуматься... Ну так, как говорит Обама по отношению к американским миллионерам, ваши капиталы созданы не вами, да? Я не призываю, опять же, Юрий, что никакие там революции... Ну, отчасти, он прав, безусловно, потому что... Я просто пытаюсь понять... Кстати же, миллиардеры от хай-тека в, кажется, ни в другой стране никогда бы не были миллиардерами. Да, именно так, кстати. То есть, если вот существует американская мощная структура общественная, то они на ней только и могли бы расти. Ну да, мы понимаем, что Сергей Брин, миллиардер в Америку, он бы не стал основанием в Google, а ходил бы сейчас из-за... Деньги небольшие переставил людям Windows на компьютерах. Правильно так? Да. А Сергей Брин, он... Можно подумать, но он может думать, что он сам приехал и заработал эти деньги. Да, ведь наивный человек. Влад, вот еще, для тех, кто не понял, о чем был доклад и каковы выводы доклада, я, честно говоря, не понял. Что вы хотели сказать и к чему вы... Доклад был, как бы, в некоторого рода разрыве, да, и перед этим был о чем-то разговор долгий, да, и после этого будет, возможно, долгий. Просто это некоторого рода и так, в понимании того, что такое этик. Как она реализуется. Прописал, прописал такое общество, которое... За него по другому принципу. Как организм, да? Не, не то что как организм, оно функционирует таким образом мысли, ты что-то можешь, что ты делаешь. То есть, дауншифтинг, он порицается. Кто такой дауншифтер, по сути? Ясно. Ну, я дауншифтер, допустим, ярко выражен. Женя Борисов был. Серьожный человек, который сюда приходил. У меня круг всех из дауншифтеров состоит. А ты говоришь, что я не даун. Ну, я не даун, но не дауншифтер, безусловно. Смотрите, на самом деле, это вопрос солидарности. Нет, дауншифтер, он чего делает, по большому счету. Ну, классический какой-нибудь, московский дауншифтер. Ему осталась квартира какая-то в Москве. Он эту квартиру сдал, уехал в Таиланд, там, или Нагаар, и живет себе пропиваючи на эти деньги. Он не работает, он сидит, отдыхает. А вот, скажем, по специальности, кунифицированный врач. С точки зрения последней концепции, которую он рассказывал, Буат, он должен пойти в клинику? Нет, совсем не так. Нет, не должен. Вопрос состоит в том, что он может приносить обществу добро и благо в разные позиции. То есть, лежа на пляжах гава? Не знаю, по-разному. Ну, а если он квалифицированный врач, то это подразумевает, раз эта штука востребована, то он идет и приносит людям... Понимаешь, я же таких однозначных выводов-то не делал, что если он врач, то он, типа, и прибит, будет всегда врачом. Да нет, не обязательно. Вопрос идет на том, что общество в обществе, мы, конечно же, сами выбираем, кем стать. Да, это не обязательно. Просто у него есть определенный ворота, получается, долг, потому что... У тебя есть, да. У тебя есть некое ворота дары. У тебя дары, ты квалифицированный врач. То есть, ты... Ну да. Ты должен сидеть и... В органистической системе. Да, ты должен работать. Поризитизм, паризитизм, безусловно, порицарец. Да. А тут непонятно, паризитизм, не паризитизм. Может, на эту квартиру он сам заработал. С точки зрения нормального, бемократического общества, Дон Шевцер имеет право на такую жизнь. Да. У него есть квартира, он ее сдал, и что хочет, то и делает. Да, именно так. Сидит нога, и смотрит в небо. Пляж, там, дешевая жизнь. Как это слово? Промейский куитет, или как он там называется? Точно. Ну, все вот это. Все вот это. Сидит себе и ведет себе такой образ жизни. У меня очень многие так и так и живут кругом. У меня поколение, и по возрасту. А, например, вот такое. То есть, извините, это вот дауншифтинг? Это человек, который отказывается от карьеры какой-то жизни. Это то же самое, как раньше вот Маркс или кого-то называл рантье, да? Нет. Ну, может быть, как и рантье, да. Но рантье же что-то делают, они живут на процент из капитала. Ну, так, а здесь то же самое, живет на процент из капитала. Да, ну, как бы это его, ну, здесь, ну, можно сказать, что он живет на процент из капитала. И плюс еще паразитирует на том, что получил образование врача и ничего не вложил. Про рантье же нельзя же сказать, что он отказывается от социального роста добровольного и от социальной карьеры. Рантье не отказывается. А дауншифтинг, слов «даун» вниз, он отказывается. Ну, я имел в виду как рантье, как источник существования. Да, дауншифтинг похож на рантье, в смысле источника существования. Ну, совсем другой по идеологии. Ну, у нас реальная проблема, а дауншифтинг у нас еще не так остро стоит, а в Европе это вообще остро. У них есть, например, понятие микрозанятости. Игорь, на самом деле, это проблема люмпинизации, как еще осталось. Я не думаю, что это лимпинизация. Это есть проблема, например, микрозанятости. Человек предпочитает работать четыре часа в день, потому что, типа, ему достаточно. Ну, да, достаточно. Да, ему денег достаточно, в смысле. Не потому что он не может отдавать себя обществу. А сердце может учитывать четыре часа в сутки, оно же не может работать четыре часа в день. Ну, с точки зрения эргемических путев. Мы же, если вы вспомните, еще раз начинаем, мы начинали с этики. Вопрос идет о том, что как понять солидарность людей. Вот, допустим, ты понимаешь, что у тебя есть талант, у тебя в жизни все хорошо, да, как-то все устроилось. В целом, как бы, у тебя все нормально, там, и в денежном отношении, и в экономическом, и в положении, там, в социальном положении, и прочее. И ты понимаешь, что, с другой стороны, ты видишь других людей, которых вот этого нет. И вот как ты можешь помочь? Ну, можно пойти, и как вот христиане, да, там, милостыню давать, там, помогать, как-то там, в больнице ходить, там, там, как-то, и... То есть заниматься какой-то асоциальным делом, можно так это делать, да. А можно попытаться понять, а вот как так устроить общество, чтобы в этом обществе это было нормально. Не так получалось, чтобы я жертвовал собой, да, вот фактически что получится? Я вот такой вот, у меня много каких-то, допустим, даров, да, я могу эти дары, может быть, применить лучшим образом, но мне приходится опускаться вниз, да, до уровня, там, прачки, до уровня уборщика, да, до уровня, там, медсестры, и, как бы, чтобы помочь этим людям. А нельзя ли так, чтобы вот без понижения этого, тем не менее, им помочь? Не может ли быть общество так устроено, чтобы я на своем месте, да, я был на своем месте, прачки на своем месте, и все на своем месте. Учитель, работают, учитель, но тем не менее, вот, обществе... Ну, нет, ну, нет, а чтобы в обществе была солидарность, да, чтобы, тем не менее, вот я, оставаясь на своем месте, помогал им, понимаешь? И врач, оставаясь на своем месте, помогал им, и так далее. То есть это вот по помощи людям она должна осуществлять не за счет жертвы моей личной, а за счет устройства общества. Потому что этика, еще раз говорю, она должна быть разумной. А разумной она может быть, когда именно на уровне общества она будет организована, а не на уровне отдельного человека, на уровне жертвы отдельного человека. И проблема, вот мы с вами уже проходили уже, в этом состоит проблема, как мне кажется, в частности, крестьянства. Угу. Продолжение следует.